Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование книги Ветхого Завета, книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами читаем вторую главу. Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба твоего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И доселе тверд, тверд в своем непорочности. И ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простей руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только души его сбереги. И отошел сатана от лица Господни и поразил Иова проказу и лютой от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею и сел в пепел. Видим следующее искушение, которое преодолевает Иов. Мы помним, что у него в первой главе, как об этом было сказано, отнимается богатство. Дети его, крыша дома рухнула, где они собирались, погибают. Теперь же снова приходит сатана и говорит, подумаешь, богатство, подумаешь, родственники, а ты вот здоровье его коснись, и тогда просмотрим, как он говорит, прославит ли он тебя. Здоровье, здоровье, это, в общем, пожалуй, самое важное сегодня, такая самая важная мысль и самое важное состояние, стремление всей нашей жизни было бы здоровье, говорим мы, остальное будет. Да, даже пословицы целые об этом слагают. Вот здоровье, его, говорят, не продают, и в кредит не дают, и прочие разные присказки. Вот здоровье, это главное, всегда, когда мы собираемся где-то вместе, первое, что мы желаем другим, ну и, конечно же, себе, это крепкого здоровья. Было бы здоровье, говорим, остальное будет, даже какая-то песня такая была. Мы видим, что дьявол это тоже очень хорошо понимает, он очень наблюдательный, что для нас главное, что для нас на первом месте, кто для нас на первом месте. Бог, здоровье, дети, богатство. И он понимает, что богатство, это богатство, а вот за здоровье, да, дети, дети, ну да, родственники, конечно, это очень, а вот за здоровье свое попробуй коснись, говорит он. Светлана Златоуст пишет по этому поводу следующая цитата. Между ними, как сказано, пришел и сатана. Посмотри, для чего те предстают, и для чего этот, то есть ангел и сатана. Те для служения, а этот для искушения. Те, чтобы устраивать наши дела, а этот, чтобы извращать. А для чего Господь снова спрашивает его при ангелах? По необходимости, чтобы они при них, чтобы они при них, он в первый раз сказал. Потому что при них он первый раз сказал, благословит ли он тебя в лицо. О, бесстыдная природа, говорит святел Иоанн Златоуст. Он посмел прийти еще раз, конец цитата. Действительно, сатана и дьявол, он назойливый, как назойливый муха. Он такой пакостник, всегда стремится сделать что-нибудь такое и злое, и потому он сам, как есть природа, его природа зла. Он отпавший от бога, как мы знаем, единица зари. Мы видим, что Иов поражается проказой. Страшная болезнь. Это смердящее тело. От темени до пят. Страшная болезнь. Прокаженных людей в ветхозаветные времена, мы помним, во времена и в новозаветные времена, во времена Иисуса Христа, это люди должны были идти и издалека кричать прокаженные, прокаженные. Для них создавались специальные поселения, они не имели права общаться с людьми здоровыми, потому что проказа была и есть болезнь заразная. Но мы помним, что Христос исцеляет такого прокаженного. Здесь говорится о том, что Иов был поражен этой страшной болезнью. Прочитаем далее. «Взял он в себя черепицу, как сказано, и скоблился ей. И сказала ему жена, 9 стих, «Ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». Мы видим, как дьявол, этот гнусный, гнусный и мерзкий, подлый, подкрадывается теперь через самого близкого человека, о котором сказано муж и жена одноплоть. Он видит ее слабость, как в ветхозаветные времена через Еву, в общем-то, неизобретателен, повторяется, потому что он не имеет своего бытия. Как через Еву тогда он искусил Адама, так теперь через жену пытается. Пытается, чтобы произошло и падение Иова. Что же Иов? Но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Видим, что Иов принимает от Бога все. Это удивительный образ этого праведника Ветхого Завета. И доброе, и худое. И учит нас за все благодарить Бога. Что же дальше он произносит? «И слышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постиг же к его, и пошли к каждой из своего места Елифас, Вилдат, Сафар». Елифас, Елифас, Фимонитянин, Вилдат, Сафиянин и Сафар, Наомитянин. И сошлись, чтобы идти вместе и сетовать с ним и утешать его. Подняли глаза свои издали они, и не узнали его. И не узнали его. И возвысили голос свой, и зарыдали. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросили пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле семь дней и семь ночей. И никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Видим, что Иов, как сказано, не произнес хулы на Бога. Во всем этом, как сказано в 10 стихе, не согрешил Иов устами своими. И вот приходят друзья, как мы читаем далее. Как говорят, есть очень хорошая пословица, друзья познаются в беде. И они услышали об этом человеке, о Иове, что его простигла страшная проказа, болезнь. И они приходят. Но когда они увидели, что с ним произошло, как сказано, они даже его не узнали. Проказа — это страшная болезнь. Снова повторю. Который разъедает все тело человека. Ноздри, говорят, все разрушаются. То есть все хрящевые ткани разрушаются этой болезни. Они его просто не узнали. Но они поняли, что это он. Они знали, где он жил. Они знали наверняка его имение, которое было у него. Видели, что он сидит в пепле и рубящей на навозной куче. И даже ничего не могли сказать. Семь дней, как сказано, они сидели и просто молчали. Просто поразившись тому, что произошло с этим праведником. Важные указания в этой учительной книге мы находим и для нашей жизни. Потому что, читая Священное Писание, нам всегда надо задаваться тремя вопросами. Что написано в этой книге, в книге Священного Писания? Что это значит для меня и как это можно применить в своей жизни? Мы видим здесь несколько образов, которые говорят о том, что Иов принимает все, как из рук Божьих. Мы видим следующий образ, то, что приходят друзья. Приходят для того, чтобы разделить скорбь, которая постигла Иова. И мы видим неразумные действия жены Иова. Которая говорит о том, что похули Бога и умри. Можно понять, конечно, несчастье этой женщины, жены Иова. Которая потеряла своих детей. Десять человек детей, семь сыновей и три дочери. Богатство, которое было, в общем-то, у них. Семейное богатство. Можно. Но мы видим образ Иова. Даже в этом состоянии он говорит, что ты безумствуешь. О чем ты сейчас говоришь? Все принимаю, как от рук Божьих. Это удивительная, поразительная, на самом деле, праведность Иова. А все почему? Потому что у него были этих три главных качества. О которой говорится в Священном Писании и которые Господь, говоря о сатане, указывает на них и ангелам Божьим. Три качества. Справедливость, богобоязненность и удаление от зла. С этого начинается, в общем-то, жизнь всякого православного христианина. Это начало покаяния. Удаляться от зла. Быть справедливым. Поступать по заповеди Божией. И стяжать добродетель, о которой сказано в другой учительной книге, притче Соломонов, «Начало премудрости, страх Господень». Все это было у Иова. Он не надеялся на себя, не надеялся на богатство, но надеялся на Бога. А надежда на Бога не постыжает. Да будет и это со всеми нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok